Друзья, всем привет! В этом видео мы с вами разберем такое часто встречающееся заболевание, как эндометриоз. И очень много вопросов я получаю от вас в своей практике, поэтому решила записать для вас отдельное видео. С вами на связи Гузель Курманова. Рада приветствовать вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей. Итак, почему же эндометриоз вызывает массу вопросов, потому что до конца у многих женщин нет вообще правильного понимания, что же это такое и что делать, если у вас обнаружили эндометриоз. Итак, что же это такое? Эндометриоз вообще это то заболевание, которое связано с тем, что происходит разрастание эндометриоидной ткани, которая вообще в норме выстилает внутреннюю полость матки и, соответственно, эндометриоидная ткань, она начинает находиться и размножаться там, где в норме она вообще не должна быть. В норме она должна быть только, соответственно, в полости матки. И все остальное расположение эндометриоидной ткани в других органах не является нормой и как раз таки называется эндометриозом. Если вообще сравнивать эндометриоз, то он очень сильно напоминает доброкачественную опухоль, которая метастазирует током крови либо лимфой по всем органам и системам. И поэтому даже вот в литературе очень много различных можно встретить, локализация эндометриоза встречается даже такое состояние, как эндометриоз легких. То есть ткань, которая должна в норме выстилать полость слизистую матки, она располагается в легких. Представляете, насколько обширный может быть процесс. Поэтому важно тоже это понимать. Вообще разделяют различные формы эндометриоза. То есть в литературе можно встретить различные классификации. То есть есть аденомиоз, такое понятие. То есть это эндометриоз в полости матки и когда вот этот эндометриоз за пределы матки не выходит. Дальше есть эндометриоз, который поражает яичники и проявляется он в виде эндометриоидных кист. Также есть эндометриоз, который поражает уже соседние органы. В частности колоректальный может быть эндометриоз. Это когда происходит прорастание эндометриоидной ткани слизистой кишечника. Либо может быть разрастание эндометриоза также в другие органы. И соответственно может вызывать нарушение соседних органов и систем. Вот это тоже нужно понимать. То есть вот если проще, есть такое понятие экстра генитальный эндометриоз. То есть это когда эндометриоидная ткань как раз таки начинает развиваться там, где в норме не должна быть. То есть в других органах и системах. Экстра генитальный, то есть располагается вне гениталий, вне половых органов соответственно. И эндометриоз вообще, чтобы вы понимали насколько это распространенное заболевание, он занимает примерно третье место среди всех гинекологических заболеваний. В 20 процентах случаев эндометриоз провоцирует бесплодие и конечно же очень много вопросов я как раз таки получаю относительно эндометриоза от девочек, которые планируют беременность. Вот почему? Потому что очень долго на фоне эндометриоза девочки не могут забеременеть и соответственно возникают у них вопросы, они в панике прибегают, что же делать вообще с этим состоянием. Для начала нужно разобраться вообще в чем же причина такого состояния. Вот честно скажу до конца в медицине нет четкого ответа, из-за чего возникает эндометриоз. Теории возникновения эндометриоза на самом деле очень много. Есть такая теория, которая объясняет развитие эндометриоза обратным оттоком менструальной крови, то есть во время которого эндометриоидные клетки как раз таки попадают в различные органы и системы. Отводится также существенная роль наследственному фактору, то есть если у вас в семье по женской линии были родственники, кто болел эндометриозом, это значит вы находитесь в группе риска по возникновению эндометриоза. Также нарушение работы иммунной системы тоже в этом есть определенная роль в развитии эндометриоза. Вот есть даже такая теория как нарушение работы эстрогенов. Да, то есть и вот этой теории тоже достаточно много сторонников. Вот это когда нарушается нормальный выход, скажем так, отработанных метаболитов эстрогена из организма, они повторно забрасываются в кровоток и, соответственно, находят точки приложения в эстроген зависимых органах, да, и, соответственно, провоцируют различные такие состояния, как эндометриоз. Итак, как же вообще понять, что есть эндометриоз, то есть какая симптоматика сопровождается эндометриозом? Вообще очень часто бывают такие ситуации, когда женщин может ничего вообще абсолютно не беспокоить, эндометриоз является случайной находкой при проведении ультразвуковой диагностики. Вот, однако очень часто бывает и как раз таки течение эндометриоза, сопровождающиеся жалобами пациента. Какие же это жалобы? Конечно, клиника индивидуальна, но вот если в общем-то, во-первых, могут быть периодически боли внизу живота, тянущие, ноющие, боли отдающие в поясницу, могут отдавать в задний проход, интенсивность боли достаточно разная. У кого-то могут быть не интенсивные, да, скажем так, боли у кого-то могут быть достаточно сильные, сильный болевой синдром, что у женщины, конечно, снижается ритм жизни, да, скажем так, снижается качество жизни, вот, поэтому у всех разная интенсивность, разный характер болей. Вот, боли также могут возникать при половом контакте, могут быть обильные менструации, могут быть межменструальные кровянистые выделения, да, когда подмазывают между менструациями. Вот, и я говорю, в основном очень часто наличие эндометриоза как раз таки сопровождается болевым эффектом, то есть, или можно еще встретить такое понятие, как синдром тазовой боли, да, то есть, там, где есть боль, конечно, тут же сразу нужно исключать эндометриоз, вот, это нужно тоже понимать. Итак, значит, как же в итоге ставится диагноз эндометриоза? Во-первых, доктор собирает тщательно анамнез, то есть, важно понимать, да, что у вас было в течение жизни и чем вы болели. Далее, это, конечно, инструментальные методы исследования, такие как ультразвуковая диагностика. Вот, ультразвуковая диагностика, это, конечно, очень классный современный метод исследования, который позволяет нам окончательно с точкой поставить диагноз эндометриоза. И есть у нас еще альтернативные методы исследования, такие как лапароскопия, да, то есть, в самых сомнительных случаях, когда ультразвуковая диагностика не может ответить нам на вопрос, что же такое происходит, то, соответственно, мы уже можем обратиться к лапароскопическим методам исследования. Итак, значит, диагноз эндометриоз поставили. Что же делать дальше? Хочу сказать, что эндометриоз – это не приговор, девочки. То есть, если есть эндометриоз, это не значит, что вы не можете забеременеть. Вот, это тоже нужно понимать, потому что очень много вопросов. Доктор, смогу ли я забеременеть? А правда ли, что это бесплодие? Нет, это неправда. С эндометриозом возможно наступление беременности, поэтому важно правильно поставить диагноз и, соответственно, дальше наблюдаться уже у врача, то есть коррекции вот этого состояния. Итак, диагноз эндометриоз поставлен. Далее возникает целая серия вопросов от вас, что же с этим делать, как же дальше жить, как планировать беременность и так далее. Скажу, во-первых, важный момент, что эндометриоз, если уже он поставлен, то самостоятельно он точно не рассосется. Это важно понимать. Вот, также важно понимать, что применение гормональной терапии не устранит очаги эндометриоза. Вот, это тоже важно. Если вам поставили диагноз эндометриоза, важно, конечно, наблюдать его в динамике по ультразвуковой диагностике. Если вас не беспокоит эндометриоз, эндометриоидные очаги не растут, вот, при этом вы не планируете беременность, то можно просто в динамике продолжать за ним наблюдать. Вот, если появляется какая-то симптоматика, да, то, соответственно, возможно коррекция симптоматической терапией. Если вы планируете беременность и, соответственно, у вас есть очаги эндометриозы, которые еще тем более склонны к росту, да, то, конечно, здесь есть показания к хирургическому лечению. Вот, но здесь целый ряд факторов, по которым мы решаем, стоит ли вообще отправлять женщину на хирургическое лечение. То есть, как правило, это если есть у женщины бесплодие, то есть она не может забеременеть при регулярной половой жизни в течение 12 месяцев, да, при этом есть эндометриоз, вот, то здесь, конечно, есть вариант рассмотреть хирургическое лечение, вот, либо какие-то вспомогательные технологии. Вот, после хирургического лечения сразу беременность мы не планируем, да, то есть, опять же, индивидуально все по ситуации, но необходимо восстановиться и затем уже спокойно планировать беременность. Важно понимать, что до конца эндометриоз невозможно излечить. Вот, все консервативные виды лечения – это исключительно симптоматическая история. И даже если вы хирургически убрали очаги эндометриоза, они могут появляться снова. Итак, подводя итог всему вышесказанному. Эндометриоз – это такое состояние, которое до конца вылечить, к сожалению, невозможно. Лечение вообще индивидуальное зависит от вашего возраста, от ваших репродуктивных планов, от того, насколько распространен эндометриоз в соседние органы и ткани. Вот, эндометриоз – это не приговор. Можно забеременеть, можно планировать беременность. Вот, тактика уже будет, конечно, определяться индивидуально с вашим лечащим врачом. Надеюсь, это видео было вам полезным. Обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Если у вас вопросы, связанные с разбором вашей индивидуальной ситуации, вы можете записаться ко мне на персональную консультацию. Желаю всем огромного здоровья и до новых встреч!